Друзья, товарищи, я рад вас приветствовать на очередной серии нашего сериала Жизнь Зила. Жил-был Зилок, с ним все было хорошо, радовал своим олдскульным луком и мы решили его испортить. И вот сейчас уже вторая серия, как мы его портим, зачем-то решили ставить колеса от ракетовоза размером аж метр пятьдесят в диаметре. В прошлой серии поставили четыре колеса, как-то накинули крылья, естественно, это все будет допиливаться. И самый распространенный комментарий был «У вас же не встанут сзади четыре колеса вот таких больших, вы что, не видите?» Мы с Димоном сегодня пришли, действительно не встанут. Что делать будем, непонятно, то ли мост надо выкинуть, то ли придерживаться все-таки плана, который у нас был изначально. Надо раздвинуть заднюю телегу и в этой серии обязательно шесть колес встанут, будет тест-драйв, ну и вы все увидите, если не будете переключаться. Все, всем приятного просмотра! Работу по ЗИЛу будем проводить все в ангаре для того, чтобы закатить в ангар ЗИЛа. Так как эти передние колеса здесь стоят в любом случае не будут, мы всегда ставим сейчас штатные и спокойненько со свистом залетаем. И также со свистом выполняем все работы. Нива официально уничтожена. Не, стой, стой, стой! Сюда! Игарь! Стой, подожди! Руль направо, руль направо! Все, стой, 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 стой! Ну что же, друзья, настало время ответить на самый распространенный вопрос, как здесь появятся еще два колеса. Процедура достаточно простая, распространенная среди людей, которые занимаются вот такими непотребствами, как и мы. Канал Mars Mars, например, на Урале. Раздвигали телегу, очень просто, нам надо подобрать другую рессору, более длинную, и нам надо удлинить тяги. Ну и, соответственно, подрегулировать длину карданов под все это дело. Самое главное, не промотнуться с расчетами. А вот в нашем случае это очень-очень вероятно. Давайте я вам покажу, как мы мыслим, и если вдруг что, вы, конечно же, с дивана в комментариях нас подправите. Будем читать. Мерить будем грубо, и, ну, все время округлять большую сторону. Короче, вот такого диаметра подспущенного колеса, ну, 104-105. Метр 44, я его в накачанном состоянии уже раньше мерил. Метр 48, короче, метр 50. Разница в диаметре 45 сантиметров. Соответственно, разница в радиусе 22,5 сантиметра. Это то, насколько нам надо сдвинуть каждый мост в сторону. То есть в сумме это, опять-таки, 45 сантиметров. Можно сделать запасом, если вдруг мы захотим колес побольше, не метр 45, метр 50, а метр 60. Вот, и, короче, раздвинуть не на 45 сантиметров, допустим, на 60. Мы решили так сделать. Для этого все тяги удлиняются, короче, на 30 сантиметров. Мосты раздвижаются на 60 сантиметров. Карданы эти у нас укорачиваются на 30 сантиметров. Этот удлиняется на 60 сантиметров. Шланги удлиняются на 30 сантиметров. Сколько много цифр, да? Вроде не ошибся. Рессоры будем ставить от Супер Маза. Она длиной аж 2,100. А эта рессорина у нас, грубо говоря, метр 30. Соответственно, длины метр 90 нам уже за глаза. Поэтому Мазовская рессора, которую мы под это дело присмотрели, 2,100, будет за глаза. То есть на разборке, куда мы обязательно поедем, рессорину надо найти не меньше метр 90. Так, начнем с карданов. Не подмажешь, не открутишь. Обратите внимание, что зил нигде не ссыт маслом. Вообще нигде. У нас масты, все сухое. Хотя смазка современная. Современная, да. Все сухое. Стирал. А вот он прижавел. Потому что был открыт. Что я обнаружил? Тот случай, когда шплинты спасают. Оп, оп. То есть гайка вообще не затянута была. Только за счет шплинта. Причем он там уже даже канавку проел. Вот так вот бывает. Шплинты тема. Это параллельно шланг буду откручивать. Воздушный магистрал. Вот зилок. Все, блин. Отключаются вообще без проблем. И стоил хау. А? И стоил хау. О, три секунды, и все, шланг снят. От обеда в борща мы принимаемся за самую тяжелую физическую работу. Реактивные тяги. О, нифига себе. Вот это да. Что-то более легко. Ничего себе. Ну это вот на заводе должно было быть собрано. И затянуто правильно. Откручиваем. Хрена себе. Мы рано радовались. Греть надо, наверное, все-таки. О! Вот так, видишь, с подставки. Да, тут еще мелкая резьба. Она тяжелая всегда. О! Так, выбить эту тягу, вот эту, нам мешает. Бак. Бак все равно надо снимать оба бака. Поэтому я сейчас буду снимать про левый бак. Выдет. А я его не открутил, единственное. Ах, ты его не открутил. Да, по сути, только одна была закисшая. Освобождаем мост. Да, он ехал. Что это за рессор? Ну, можно его хотеть катать сможем, да? Ага. Нормально. Один мост сняли. Пока снимали, рессоры нам мешались. Чтобы не повторять свои ошибки, решили замонтировать рессоры. Перед тем, как снимать последний мост. Он сейчас у нас вообще к рессорам отношения никакого не имеет. Он держится на тягах и на деревянных кусочках. А, она сжата еще вот здесь, прикинь, чел. Вот этими болтами она вот так стянута. Рессоры, которые мы будем ставить, 110 килограмм. Или 120. Все. Рессоры сняты. Балансир болтается. Балансир болтается. Аж пол весь трясется. Тем временем наш рабочий день окончен. Димон сказал, что он приготовил какой-то сюрприз для меня. Иду посмотреть, что там такое. Ну, как тебе картина получилась? Димон, была же нормальная картина. Я там улыбался, был счастливый. А сейчас что? Так это ты этот, рессоры тягаешь. Понятно, Игорь должен мучиться. И так прикалываться можно на самом деле бесконечно. Потому что Мазабрик это бесконечный фотоконструктор. То есть, из маленьких элементов конструктора 5 градаций цветов можно собрать абсолютно любое фото в стиле пиксель-арт. А когда надоест, как это было с Димоном, а разобрать и собрать любое другое. Сборка конструктора крайне увлекательный процесс. Собирать можно как одному, так и компании. И в комплекте для этого есть все необходимое. Не нужно отправлять фото дизайнерам и ждать, когда подготовят фото и все необходимое для сборки. Нет, здесь уже все есть. Покупаешь, заходишь на сайт, загружаешь фото, выбираешь понравившийся макет. Тут же получаешь на почту инструкцию по сборке. Либо приступаешь к сборке по интерактивной инструкции на сайте. Есть 5 цветов. Каждому цвету соответствует слой-значок. На рисунке схематично указано, в каком месте какой цвет должен быть. Вот на такой подставочке, которая шла в комплекте, размещается картина. Эта картина размером S, бывает еще M и L. И кроме того, есть возможность соединять картины. Допустим, через полгодика можем докупить еще одну S и собрать картину размером больше. Производится Мазабрик в России. Появился летом 2020 года и моментально стал хитом, потому что это очень крутой подарок, вне зависимости от возраста и пола. Отлично подойдет на свадьбу, на день рождения, на новоселье. Мазабрик.ру – это официальный сайт и интернет-магазин производителя. Используя промокод COMBAT, вы сможете купить там любой продукт на 20% дешевле. Все подробности в описании под этим видео. Короче, всем привет. Если кто пропустил первое наше приветствие. Прошла неделя. Появились у нас рессоры от Маза. Еще не успели затащить внутрь. Карданы. Один у нас удлинен на 60 см, а два укорочены на 30 см, как и договаривались. Тяги как были, так и остались тягами сегодня. Будем заниматься очень упорно. Заниматься будем при помощи вот таких труб. 45 диаметр, стенка 7. Сейчас напиливаем полуметровые отрезочки и будем обвинять наши тяги на 30 см. Трубу зажми. Не, 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 ты ее раз зажми. Стенка 7. Мы такие еще не пилили. Трубзел раньше сломается. Шесть труб у нас готовы. Будут они ввариваться. 30 см у нас удлинения. И здесь хвостики, которые будут одеваться на нашу тягу. Или надеваться в то время. И сейчас тогда половинем тягу. Пошу прямо пилим, чтобы шва этого лишиться. Ни фига себе. Я думаю, надо же качество советской стали какое. Я думал, там труба. Не знаю, по этим тягам можно будет и с гранатомета стримить. Ну да. Смотри, вот это и вот это еще толщина сверху. Охренеть можно. А пока Дмитрий Викторович занимается тягами, мы с Димоном переходим к рессорам. Дело в том, что новая рессора, она мало того, что длиннее, на нужную нам длину, даже с небольшим запасом, так она еще значительно шире. И в местах крепления нам придется ее заужать. В этих местах, чтобы у нас стремяночки старые прикрутились. И я для этого вторую большую болгарку принес. Мы сейчас с Димоном, хотел сказать, два смычка, в две болгарки будем вот эти вот огромные рессоры бомбить. Вот Димон, посмотрите, уже... Какие выгрызы тут. Да, вот у нас тут будет вот эта вот история. И я надеюсь, что хватит дисков, ресурса болгарки и нашего ресурса, чтобы все это подготовить и поставить. Выпила уже подместо на нашем балансире. Так, ну вот пазы. Вроде мои выпила, она села, хотя можно еще подпилить будет. Да вообще я все как оно и было. Здесь после работы на станке осталась такая... Даже не знаю, как это прилично назвать. Короче, да, вот этот выпердыш остался, его надо либо сточить, либо срезать. 3 сантиметра от края, дырка сквозная, М12. Да, и он будет точечной сваркой приваривать это все дело. А вот что вся маска представляет после того, как я одну рессору сделал. Она вся черная просто. Так, друзья, ну вот пришлось пацанам помочь, потому что дело так кажется простое. На самом деле не очень простое. Сделали проточечку, чтобы хорошая посадка была. Вот, будем приваривать на точечные, ну вернее как это, электрозаклепки и плюс обварим здесь. Но, очень важная история, чтобы все тяги были практически вот в ноль. Ну плюс-минус, я так прикинул, 2-3 сотки. Это для того, чтобы мост был, если тяги будут немножко разные, то мост будет стоять криво. Поэтому делаем максимально хорошо, плохо получится само. Выточил вот такие вот втулки, которые очень точно стоят вот в конусах, очень точно. И специальные вот такие вот у меня сделаны центровочные еще детали. Вот, все, теперь сюда шайба, гайка. Все это зажимаем. И это гарантия, что, во-первых, это точно. Во-вторых, все они будут, как близнецы и братья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, полностью доработанная рисорина. Встал, стремяночки у нас вошли куда нужно, площадочка тоже встала, но резьбы не хватит у нас под это дело, поэтому прибегнем к помощи старой нашей рисорки, точнее, двух листиков. Все правильно, коровы одобряются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все, детальки с нашего технического цеха подъехали. Все четко, все проварено, надо навести красоту, чуть зачистить, чуть покрасить, и можно уже стоять на дела. Быстро взялись, быстро сделали, и осталось уже самое сладкое, самое интересное, все собирать, подогнанное. Вот вопрос только с нашими расчетами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, а что, Игорь сегодня решил на бешеные табуретки приехал? А ты что на лазике-то приехал? Слушай, еле доехал. Ну, ничего, нормально, бодрячком. Ударными темпами сегодня будем работать, сегодня уже пойдет такая активная сборка, так что, друзья, большой день не только у нас, Дмитрий Викторович тоже огород вспахивает, я слышу. Короче, есть кто вдруг забыл, луазик нас все еще продается, найти его можно на дроме, ссылочка придет в закрепленном комментарии, в принципе, можно найти не только луазик, выбор у них большой, пользуемся сами. Ну, а мы пошли бомбить. Тяжелые физические работы нам предстоят, вначале поднимаем задний мост, впендюриваем его на рессорах, а потом, с божьей помощью, как-то нам надо впендюрить и второй, а дальше совсем уже финишная прямая, но не будем загадывать вперед. Сколько там, погоди, да хватит уже, наверное. Да, мне не хватит. У тебя не хватит? Чуть-чуть еще. Стоп, 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 стоп. Давай гусем, иначе мы сейчас убьем. Как приятно все собирать назад. Самое опасное, потому что мы замеры все делали. Потому что делали их мы. Да, да. Вот на таком рычаге они уже начинают сгибаться. Ну, да. Потому что короткой тягой было не выгнать. А можно еще... Можно сюда сначала одеть. Можно. Да, можно. Вот, это намного лучше. Какая сторона-то, блин. Все правильно. Ставил? Подожди, много. Вообще говно-пера. Оооо! Четко. Я ее сейчас подниму, она у тебя опустится. Стой, стой, у меня уперлась в рессору. Ну, нет, это нереально. Надо этот опускать вообще на километр. Так, опускается. Ну, пускай. Стой, 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 стой. Сейчас трубку порвем. Приподними ее этим гусем. Ты у нас сильно туда решил одеть? Да, теперь надо подкрутить. Не, надо, Игорь, вот здесь за хвостовик повернуть его. Ооо, блин! Закручивай, да? Хорошо, теперь нам надо, наверное, гусем по-другому зацепиться. Так, чтобы приподнимать хвостовичок. Так. А, так я не там сую. Та-та-та-та. Ничего не понял. Собирали мы так лихо. Так же лихо, как я разбирал. У меня все откручивалось. Кувалдой работал. За день разобрали и не посмотрели, что одна тяга у нас была отличная от других. Она вообще у нас отличная. И вот эта получилась отличная, только мы сейчас начали прикручивать. А комната тут с одной стороны. Посмотрели исходники, да? Действительно, одна тяга была с писюнами в одну сторону. И еще у нас образовалась предположительная проблема. Кардан средний, соединительный, да, между мостами. Раньше как-то проходил над этой штуковиной, но сейчас, учитывая длину рессорины, то, что они у нас такие, изогнутые, скорее всего, у нас будет проблем. Нейтрализовать сварку Дмитрия Викторовича оказалось непросто, но с болгаркой мы подружились. Ее можно просто повернуть, но не обязательно ее не мыть. Но это еще повернуть надо. Тяга готова. Вот такая она получилась. Сейчас будем ставить. Теперь у нас тяга здорового человека. Вот так. А получилось это, потому что вот этот кронштейн, он абсолютно одинаковый вот с этим кронштейном. Получилось это, потому что дело не в кронштейне, а в невнимательных этих ребят, из боевого расчета. Лихо разобрали, в общем. Лихо, конечно. Короче-короче, у кого короче то сидит дома отращивает, наконец-то есть возможность приступить к примеру. Иван спрашивает, говорит, как ты перетащишь только лесу туда? Это лесу перенежает все вообще. Даже вот так. Иван, она такая мягкая, что всякую переехал. Вы-то думали, у нас четыре колеса, да? Так и было в начале серии. Но на днях приезжал Павел с посылкой. Вот эта посылка. Это его предыдущая посылка, часть. Четыре вставочки мы использовали, а две оставшиеся будем использовать сейчас. Колесо от Урагана, свеже обстриженное, с хорошим протектором. И оно даже потолще. И оно потяжелее само колесо. И хорошо бы его поставить наперед. Но пока мы его поставим назад. Потому что, как вы помните, у нас проблемы с рулевым редуктором. Колесо за него зацепляет. При повороте рулевого редуктора скоро не будет. Будет гидрообъемное, скорее всего. Поэтому пока идет назад. Кто посчитает, сколько здесь болтиков, получит лайк. Лично от меня считаю. Навье, пацаны! Еще ни разу не спускался. Светите. Я считаю, что мы неплохо потрудились. Жесть какая-то. Я уже представляю, как он не выйдет из ангара по высоте. Потому что у нас колеса стали большие. А во-вторых, у нас Рессорина. С лифтом. С лифтом. Ну да. Запас, конечно, у нас здесь большой. Но мы делали с запасом. Вдруг нас переклинили. Есть же колеса еще метр шестьдесят. Или от Кировца. У него как раз метр шестьдесят пять, по-моему. Я думаю, что он близит. Очередной, я надеюсь, что финальный день в этой серии по подготовке взяла к выезду из этого ангара на больших колесах. Что нам мешает все-таки выехать. Помимо передних неприкрученных колес, это мелочи. Вот этот кардан. Если в таком положении, может быть, его и получится прикрутить. Но как только подвеска маломальски начнет работу свою, упрется в эту поперечную. Поэтому мы ее сейчас спилим. Временно выйдем. Покажем вам вообще весь видок. Плюс-минус. Она, конечно, усиливает всю конструкцию. Рассчитана на езду с полной нагрузкой. Изилок у нас пять тонн берет. Сейчас у нас жопа пустая. В следующей серии обязательно переварим, усилим и так далее. И откуда все-таки узела набирается такой вес? Даже без Кунга пять тонн. Спрашиваем. Реально здесь 25-30. Жесть какая. 25-30 килограмм. Просто жесть. Вот японцы бы посмотрели сейчас, где у них каждый проводок вымеренного сечения. Не больше, не меньше. Делаю сплошные. Тяги делаю сплошные. Мотор. Чугун. Все. Осталось совсем чуть-чуть и мы будем прикручивать передние колеса. А до этого возможно все-таки снесем ангар. Еще мы вот такой бак поставили по времяночке. Сейчас будем заводить. Ну-ка покрути, я посмотрю. Не, мотор-то не крутится. Мотор не крутится? Нет. Стартер кончился. Ну да, он тяжелый был. Он как-то рывком. Терактил. Это нереально. Должно выглядеть вот так. Хорошо есть запасной. Зил-то хоть и надежный, но запасные запчасти поездку на север мы брали. Ну давай. Последний рывок. Сейчас как раз согреется. Уже не лето. Что, друзья, промучились. Недельку. Спины надорвали. Было непросто. Мы с Димоном вообще уже тяжелоатлеты практически. Но это все ерунда. в общем давайте на раз, два, три. Два уже было. Три. Вот такая картина сейчас пристала. По-моему, единственная проблема сейчас, чтобы это все влезало целиком разом в кадр. Потому что херня такая я пытался на телефон снимать. Вертикально не получается. Только горизонтально. Там это, под низом пройдешь? Я вот так? Сюда. Ну, почти прошел. Все нормально. Сесть на пузо, где-то на перегибе будет очень тяжело. Длины карданов в таком режиме хватает. Понятно, что сейчас это больше шоу-кар. Раздатка. Поднижения нам будет не хватать. С рулем надо разбираться. Это все понятно. Но все равно объем работы мы проделали очень большой. И сейчас, конечно, очень хотелось бы прокатиться, чем мы и займемся. Типа, я сейчас должен просто был залезть его завести, чтобы прогреть. Ну, вы понимаете, что просто так залезть сейчас уже как бы как бы с места, с места станы. Уп! Ой! Оп! Надо цепочки эти вешать, как... Цепочка на шее, да, одна. Цепочка, да. Типа, да. Если вдруг на моем фоне кто-то еще не понял, чего мы натворили, вот вам ситуация. Хочу сказать отдельное спасибо Павлу. Реально очень сильно выручаюсь нашими проектами такого красавца мы сделали из Володи. Теперь сила ураганов перешла к зелку. Любые диски на заказ под вездеходную технику сделать для вас Павел и мы ссылочка на него обязательно оставим в описании. Обращайтесь. Под разные задачи, под разные размеры все у него можно найти. Короче, Павлу, респект. Вот, сзади колес теперь много. Подвеска работает. Конечно, работает, Димон, все по заводу. Практически. С небольшими изменениями буквально. Можно на техосмотр ехать. А можно в принципе осмотром окрестностей заниматься, потому что обзор сейчас стал намного лучше, выше. в принципе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мини-дест-драйв не выявил никаких-то там супер изъянов, как мы ехали на четырех колесах, так же примерно поехали и на шести. Да, это сейчас, как я уже сказал, больше шоукар, но мы были бы немы, если бы мы даже шоукар не загнали в болото. Именно этим мы займемся в следующей серии. Многие упрекали меня, что я болотную ДТХу неправильно использовал. Будем использовать в соответствии с комментариями. Газку по размешанному не ехать, и прямо на центр болота поставим точку и скинем Сереге после видоса, сказать, Серега, так получилось. На болоте руль крутить не надо, понижайки какой-никакой, наверное, хватит. Ну а потом сделаем выводы и опять на те же грабли. Всем спасибо за просмотр, было тяжело, мы с Димоном подкачались и с новыми силами скоро возьмемся за болотную зарубу. Там мы увидимся. Всем пока.